Всем привет! До начала учебного года осталось совсем немного, так что отдых продолжается. И следующие несколько минут предлагаю провести его в нашей компании. С тобой Универ Ньюс и я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Пришел, увидел, вылечил. Условия подготовки студентов-медиков продолжают удивлять. Pokemon Go – виртуальная реальность нового уровня. В чем причина такой популярности? Президент РТ оценил возможности педагогического образования. Подробнее в нашем выпуске. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов посетил Иллавышкин, Институт Казанского Федерального Университета и достойно оценил материально-техническое оснащение учебного заведения. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров провел президенту Республики Татарстан ознакомительную экскурсию по Елабышскому институту КФУ. Рустам Миниханов побывал в лингофонном кабинете института. Здесь студенты изучают иностранные языки с помощью ультрасовременных мультимедийных оборудований. Вниманию также были представлены лекционные кабинеты, оснащенные электронными учебниками и цифровыми образовательными ресурсами. Все эти новшества дают возможность проводить лекции не просто в виде скучного чтения или пересказа учебного материала, а оригинального исследования преподавателей-студентов. Рустам Миниханов посетил несколько лабораторий физико-математического факультета. Здесь оборудование позволяет выполнять фундаментальные эксперименты по электричеству и магнетизму, а также на этом факультете активно развивается направление робототехника. Использование данного направления актуально для КФУ в рамках проекта «Учитель 21 века» и имеет серьезное будущее в системе образования страны. Студенты Елабужского института Ислам Хамитов и Владислав Соростин продемонстрировали Рустаму Миниханову свои изобретения. С усовершенствованными моделями им предстоит выступить на Всемирной олимпиаде по робототехнике в Индии. Рустам Нургалиевич пожелал ребятам успеха на предстоящих соревнованиях, а они, в свою очередь, попросили сделать памятное селфи с президентом. Регина Фахрудинова, Универньюз. Открыть тайны вечного здоровья – заветная мечта каждого врача. И студенты-медики КФУ – не исключение. Гости из Тамбовской области решили выяснить, чему учат будущих врачей Татарстана. То, что удалось выяснить, поражает. Подробности далее. Делегация Тамбовской области под руководством главы административного центра Александра Никитина прибыла в Татарстан. Знакомство с опытом работы социальных сфер республики было решено начать с Казанского университета. Ведь тенденция современного мира такова, что качественное образование является настоящей необходимостью. Конечно, мы для себя просто делаем вывод, что нам просто необходимо с вами усилить взаимодействие, многому поучиться, многое перенять, установить такие кооперационные связи. Не только с точки зрения получения опыта, но и между профессорским и преподавательским составом. Из всего числа институтов Казанского университета особый интерес делегации вызвал Институт фундаментальной медицины и биологии. Фактически медицинские и междисциплинарные исследования являются ориентиром современной медицины. Впервые гости из Тамбовской области посетили симуляционные и имитационные центры, лаборатории и многое другое. Все увиденное вызвало у гостей университета бурю эмоций. В общем и целом все это говорит о том, что вы не просто на правильном пути, как всегда впереди всех. Поэтому я искренне хочу пожелать всем успехов, удачи. Такую высочайшую планку, которую вы взяли, ее ни в коем случае не ронять, идти смело вперед. Ну и мобилизовывать за собой все сообщество медицинское, научное, образовательное. Студентам еще раз самое наилучшее пожелание к такому врачу, выпускнику такого профиля и с таким базисом знаний. Конечно, не страшно будет идти. Гостям университета было предложено отработать свои навыки на симуляторах и даже провести операцию. Александр Никитин отметил, что понимание того, почему институт показывает лучшие результаты, приходит именно после таких экскурсий. Адель Мухаммедшина, Ленар Девлетьяров, Универ Ньюс. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб Ньюс. 23 августа в столицу Татарстана на вокзал Казань-1 прибудет туристический поезд класса люкс «Императорская Россия». В столице Татарстана пассажиров поезда ждет знакомство с достопримечательностями исторического центра города и мастер-класс «Секреты татарской кулинарии». В студенческой поликлинике Казани прошла акция для сотрудников и студентов Казанского федерального университета по профилактике железодефицитной анемии. Готовые анализы были переданы терапевтам поликлиники, которые индивидуально проконсультировали участников акции. В поселках Казани по программе «Школьный автобус» устанавливаются опоры уличного освещения. В ближайшее время будут освещены центральные улицы жилых массивов Кадышева, Борисоглебска и Крутушка. В Туапсе завершилась летняя образовательная смена Академии творческой молодежи Татарстана. В ней приняли участие 40 человек из Казани, Менделеевска, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска. 986 миллионов рублей субвенций в 2016 году выделило правительство РФ Татарстану на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 30 августа в Казани перед Дворцом земледельцев пройдет ставший уже традиционным шестой международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Ученый Казанского федерального университета в составе международной научной группы опубликовал результаты исследований о том, как по темпам образования оврагов в разных странах можно судить об эрозии почв. В КФУ состоялась встреча генерального директора IBM Восточная Европа Азии России Андрея Филатова, генерального менеджера IBM Центральной Восточной Европы Мишель Шарук и ректора КФУ Ильшата Гафурова. Гости ознакомились с инновационными внедрениями в научных исследованиях КФУ и возможностями взаимовыгодного сотрудничества. 22 августа ректор КФУ Ильшат Гафуров ознакомил президента Республики Татарстана Рустаму Миниханова с достижениями Елабурского института КФУ. Были представлены лингофонные кабинеты, мультимедийные классы, лаборатории физико-математического направления. В Татарстане в ходе акции «Помоги своей школе» оказана спонсорская помощь на 16,8 миллионов рублей. Финансовую помощь школам Республики в этом году оказали 582 благотворителя. В Татарстане спущен на воду шестой корабль проекта «Буян-М». По завершении необходимых испытаний судно пополнит состав Черноморского флота. «Покемон Го» – игра, которая взорвала весь мир, с каждым днем набирает все больше и больше оборотов. Наш телеканал узнал мнение жителей Казани об этой игре. То, что много травм получали люди из-за этих игр. То есть, когда ходят, они не видят, куда идут, и многие в машину сбивают, в больницы попадают. Ну, пробовали скачивать, играли, мне очень понравилось удаление. Я нейтральна, как бы, и не за, и не против. Нет, не играю, потому что меня обходят стороной все эти, не стереотипы, а вот эти мейнстримы, я не очень их люблю. Я думаю, эта волна, как она наступила резко, так же она и пройдет. Хотела бы попробовать, что это такое, а там посмотрим, понравится, не понравится. На самом деле, больше положительно, потому что у людей есть возможность выбраться куда-то, занять себя чем-то интересным, нежели просто просиживать за компьютером и проводить там время. Люди немножко начинают сходить с ума по этой игре. Нет. Мы играем, просто пробовали. Не забавные. Ну, я равнодушна, но играют и играют. Почему? Ну, надеюсь, собираются толпами большими где-нибудь. Ну, в Москве, по крайней мере, я точно знаю, что периодически там на Кузнецком мосту человек по 40 сидят и ждут, пока появятся покемоны. Потом дружно кто-нибудь один может прокричать, что покемон, и все дружно за ним бегут. Это весело. Ходят люди, ходят по городу с телефона вот так вот, смотрят, где есть покемоны, и они что-то там их, короче, как пловят. Мы не знаем, мы не играли с вами. С другой стороны вроде, хорошо. Да, пробуются по городу там. Но с другой стороны. Играть во все, что угодно можно играть, но в меру. На сегодня это все. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok